Утопия Шоу раскритиковал блогеров за рекламу в роликах, а Ян Топлес в ответ обвинил его в лицемерии. Хесус подтвердил совместный стрим с Ивангаем, а Вилсаком наконец раскрыл свои доходы с монетизации. Всем привет, вы на канале Ютубер, меня зовут Серж, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим о деньгах, конфликтах и неожиданных коллаборациях. Если хотите знать, что прямо сейчас происходит на Ютубе, то советую смотреть этот ролик до конца. И не забывать про подписку на канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий. Начнем сегодня с конфликта двух титанов на Учпопа. Утопия Шоу поделился с подписчиками откровенным взглядом на русскоязычный Ютуб. Блогер заявил, что из площадки для самовыражения видеохостинг превратился в коммерциализированный кошмар. Что? 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 Это прямая цитата, если что. В своем посте Топпа раскритиковал не только площадку, но и самих блогеров, снимающих контент ради рекламы и запускающих в ролики по две и больше коммерческих вставок. По словам Жени, видео можно делать и без интеграции, или хотя бы давать их в конце, чтобы не прерывать повествование. В погоне за деньгами, считая Топпа, ютуберы теряют самих себя, а новички приходят на площадку только ради заработка, начиная искать интеграции уже при 20 тысячах подписчиков. Если у меня была бы всего одна кнопка лайка, то я бы поставил его Ивангаю, потому что это доброта, бесконфликтность, это не коммерческая машина, не команда, это тот ютуб, который должен нас радовать, подытожил Женя. Нетрудно догадаться, что такая откровенность задела других блогеров. Да, мы делаем в каждом выпуске рекламу. Для чего? Для того, чтобы содержать команду. Коллега по цеху и ютубер-миллионник Ян Топлис обвинил Топпа в лицемерии. В комментарии под постом он написал, что именно Утопия Шоу придумал форматы, отрабатывающие рекламу, и выпускает подряд ролики с интеграциями, забивая на поиск информации. По словам Яна, Женя выпускает видео без анализа информации, просто собирая фан-факты с различных развлекательных сайтов, и сам же кричит о нехватке заказов в агентстве, которое занимается его рекламой. Судя по всему, речь шла не обо всех роликах Топпы, потому что месяц назад, например, он публиковал расследование на тему Вашингтонской карусели, случая массового наблюдения НЛО, который прежде никто не пытался разоблачить. Но даже если не брать в расчет спорное обвинение в халтурной работе над сценариями, остаются еще слова о лицемерии и рекламе, с которыми оказались согласны и многие подписчики самого Топпы. В итоге Жене пришлось извиняться, но не за мнение, а за то, что потратил время на негатив и развязал конфликт, хотя сам же их и осуждал в посте. Блогер объяснил, что многие неверные столковали его слова и решил, что не будет отвечать на выпады в свой адрес, а просто продолжит выпускать контент. Как считаете, что это? Зрелое решение или попытка закрыть неудобную тему с обвинениями? Оставляйте свое мнение в комментариях. В любом случае были и те, кто изначально не поверил в ссору двух блогеров, которые прежде отлично общались и даже снимали совместные ролики. Подписчики заметили, что Ян и Топпа даже не отписались друг от друга в инстаграме и предположили, что весь конфликт мог быть пранком. А как считаете вы? Голосуйте в вопросе. Продолжая тему денег на ютубе, Вилсаком наконец показал, сколько зарабатывает на монетизации. В твиттере Валя поделился скрином, на котором виден доход с ролика о колесиках от Mac Pro. На момент публикации его как раз посмотрело около миллиона человек. Зная это, можно примерно рассчитать, сколько Вилса зарабатывает на ютубе. Достаточно, чтобы покупать гаджеты для обзоров. Ладно, на самом деле в подсчете доходов блогера много переменных. Например, не стоит забывать, что над видео Валя работает команда, которой нужно платить зарплату, а это дополнительная статья расходов. Но при этом все мы понимаем, что монетизация не основной заработок русскоязычных ютуберов. Ведь в России выплаты с видеохостинга гораздо ниже, чем в Европе или Америке. Там, где я в России заработал 2,58 за тысячу показов, в Соединенных Штатах с той же самой аудиторией смотрят те же люди. Просто другая экономика, просто другая ситуация. 8,48. Так что главным источником дохода для блогеров все равно остаются рекламные интеграции, которые раскритиковал ТОПа. К Вилсе тут как раз зашел новый спонсор. Ставьте лайк, если тоже хотите увидеть этот обзор. В любом случае, благодаря посту Вали мы теперь точно знаем, сколько зарабатывает ролик техноблогера с миллионом просмотров. Закончим сегодня на интригующей ноте. Хесус АВГН объявил о совместном стриме с Ивангаем. В пятницу, ребят, 19.00 совместный стрим с Ивангаем. Я его позвал, он согласился. Если что, речь шла о грядущей пятнице, 15 мая. Все-таки 2020 дал нам и что-то хорошее. Возвращение Вани на Ютуб, а теперь еще и появление на Твиче. Это просто праздник какой-то. Правда, сам Ивангай пока никак не анонсировал грядущий стрим. Вместо этого блогер показал, как чистит свой черный список в инстаграме. По словам Вани, в нем было слишком много красивых девушек. И он даже не помнит, как их туда добавлял. Так что все, кто был в блоке, проверяйте. Не поймите меня неправильно, за девчонок я, конечно, рад. Но что насчет трансляции? Как думаете, стрим действительно состоится или шутка Хесуса вышла из-под контроля? Интересно почитать ваше мнение в комментариях. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. С вами был проект Витубер, меня зовут Серж. Всем пока!